Графический роман «Поиск» повествует о еврейской девушке, которая скрывается от нацистов в Голландии. Это один из многих комиксов, которые затрагивают столь болезненные темы. Сегодня молодежь включена в комикс. Комикс-культура для нее это что-то из повседневной жизни. Это не Пушкин, не Достоевский, до которого нужно еще там... Ну, в общем, это другой язык. Я бы не сказал, что это низкий язык или там упрощенный язык. Это просто другой язык, потому что понятно, что комикс — это тоже высокая культура, это целый вид искусства. И это очень хороший вход в аудиторию, чтобы обсудить какую-либо тему. Поэтому мы используем комикс, чтобы поговорить о достаточно значимых, но также и фрустрирующих темах. Об этом часто не хочется говорить, а это часто хочется забыть. Тема насилия, тема ксенофобии. Сегодня комиксы из развлекательного чтива превратились в полноценное искусство, которое не боится серьезных и злободневных высказываний. И именно этому участники школьной модели ООН учились у создателей поиска. Любое различие между людьми обычно сводится к тому, что они не понимают, что можно воспринимать разные точки зрения. То есть человек привык к тому, что его точка зрения правильная, и пытается навязать ее окружающим. Следовательно, он будет думать, что все остальные также будут навязывать. То есть, допустим, человек считает, что его народ лучше. И он убежден, что если он позволит себе хорошо относиться к другим народам, они начнут убеждать его в том, что лучше их. Довольно сложно людям именно воспринять, что можно взаимодействовать, не ставя свои интересы выше остальных и не навязывая их окружающим. Юные дипломаты уже прекрасно понимают, чтобы достичь согласия в мире, лучше читать комиксы, чем браться за оружие.